А теперь переходим к оперативной обстановке и начинаем с ночи. Ночь была неспокойная, враг пытался атаковать нашу страну, точнее атаковал нашу страну средствами воздушного нападения и за прошедшую ночь нанес удар 16 ударными беспилотниками типа Шахет 131-136. Их запуски Шахедова осуществлялись в основном с Курской области и тремя управляемыми авиационными ракетами с южного направления. Две ракеты были класса Х-59, Х-69 и одна ракета Х-35. В общей сложности радиотехническими войсками обнаружено и осуществлено сопровождение 19 воздушных целей. К отражению воздушного нападения привлекались как мобильные группы, огневые группы сил обороны Украины, зенитно-ракетные подразделения вооруженных сил Украины и подразделения радиоэлектронной борьбы. В результате этого противовоздушного боя защитникам неба удалось поразить все 16 Шахедов и две управляемые авиационные ракеты Х-59 в Днепропетровской, Полтавской, Запорожской, Киевской и Харьковской областях. Но в Киеве, скажу так, до утра гоняли этот дрон, в конечном итоге он был сбит и обломки упали, никого не повредив, никого не задев. Большинство целей уничтожено на восточном направлении, в зоне ответственности воздушного командования «Восток». Сообщений о жертвах и пострадавших на данный момент не поступало, о разрушениях тоже не поступало. Вот так отлично отработали сегодня наши воздушные силы и системы ПВО сил обороны Украины. Ну а мы опускаемся на землю, на линию фронта. И тут, что мы наблюдаем, резкий рост, порядка 30% рост боевой активности со стороны врага. Видимо, все-таки это был вот этот спад до 112-110 боевых столкновений. Он был обусловлен, скорее всего, перегруппировкой сил и средств. То есть подтягиванием различных подразделений. Кстати, есть информация, что на Запорожском направлении там стягиваются из Новоазовска, из Мариуполя. Все, кто был в тылу, это, кстати, вложится в конву того, что я вам говорил, предположение, что резервов свободных нет. И осталось только собрать всех тыловых крыс, как говорится, и их поставить в строй. Что российское командование, очевидно, и делает. Все подразделения, которые находятся на оккупированных территориях нашей страны, стягиваются, снимаются и стягиваются. Ну, в частности, идет концентрация, мы наблюдаем, в Запорожской области. Ну, и плюс распределяется равномерно из Донецка, там тянут на Донецкое направление, из Луганска на оперативные направления в Луганской области. Что-то перепадает и в Белгородскую область, особенно из личного состава, для восполнения потерь. Поэтому за прошедшие сутки Генеральный штаб фиксирует 144 боевых столкновений. Вот такой резкий рост боевой активности. Вчера противник нанес по позициям наших войск и населенным пунктам непосредственной близости от линии фронта ракетный удар одной ракетой, 68 авиационных ударов, задействовав при этом 104 каба, корректируемых авиабомбы. Кроме этого, совершил 4605 обстрелов, и из них 94 из реактивных систем залпового огня. Также наносили авиационные удары, распределились в основном по Харьковской, Луганской, Донецкой и Запорожской областях. Ну, практически все прифронтовые области нашей страны. Далее пройдемся с вами по оперативным направлениям. И здесь ситуация... Начинаем мы с Харьковского оперативного направления. Тут враг... Резко возросла боевая активность. 20 боевых столкновений наши войска зафиксировали за прошедшие сутки. Все в основном в районах Глубокого и Волчанска. Ну, в общем, в принципе, замысел понятен. В районе Глубокого они пытаются избежать окружения, полуокружения, о котором я вам говорил. А в районе Волчанска, ну, они пытаются вернуть утраченные в городе позиции, заодно пробиться к агрегатному заводу. Пока что группировка на агрегат... Ну, там не группировка, там небольшая группа расистских войск на агрегатном заводе еще жива. И пока что продолжает отстреливаться. Наши войска не идут на штурм, я вам уже говорил об этом. Там просто планомерно работает наша артиллерия, которая уничтожает по запросу пехоты. Как только они проявляются, их начинают сразу же уничтожать. Часть уже сдалась в плен, часть еще, я думаю, сдастся в ближайшее время. Потому как доставка туда продовольствия, воды, особенно воды в такую жару, и боеприпасов крайне затруднена. Но о эвакуации раненых и убитых речь вообще не идет. Они там находятся в анклаве. К ним могут пробираться отдельные, отдельные военнослужащие. Даже не группы. Группы практически не доходят, сколько было попыток, ни одна не дошла. А отдельные там кто-то еще может где-то за обломками камней прячась, пробраться. И таким образом это поддерживается жизнедеятельность этих военных, окруженных на агрегатном заводе. Поэтому, несмотря на такое резкое увеличение количества боевых столкновений до 20, наши войска успешно отбивают все атаки противника, удерживают свои позиции. Проводят мероприятия по выдавливанию врага из города Волчанск. И линия фронта на Харьковском направлении за прошедшие сутки изменений не претерпела. Далее у нас идет Кубенское направление. Тут тоже количество атак выросло. Их стало аж 11. Точнее, произошло 11 за прошедшие сутки. В основном враг, так же как я и говорил, здесь нету особых изменений. Враг распределил все атаки вдоль всей линии фронта. Просто их стало больше. Это Синьковка, это Ново-Осыкова, Андреевка, Берестова и Стельмаховка. Продолжает враг давить с целью найти наиболее слабое место в нашей обороне. Для того, чтобы потом там сосредоточить основные усилия в попытках прорыва нашей обороны. Но наши силы обороны довольно успешно отражают эти атаки. Поэтому враг не добился ни в одной из них никаких позитивных результатов. И понеся потери, вынужден был отступить на исходные рубежи. Линия фронта на Купенском направлении остается без изменений. Лиманское направление. 10 атак оккупантов. Но здесь без изменений даже количество атак практически остается на том же уровне, как и в предыдущие сутки. И то же самое враг пытается распределить усилия вдоль всей линии фронта на этом оперативном направлении. Это Грековка, Макеевка, Терны, Торская, а также Серебрянский лес. Но несмотря на такой вот широкий фронт активности вражеских войск, ни одна из атак не принесла врагу никаких успехов. Все атаки были отбитыми нашими войсками. Враг, понеся потери, отошел на исходные рубежи. Линия фронта на Лиманском направлении тоже остается без изменений. Северское направление. Тут 10 атак противника было отмечено за прошедшие сутки. Враг пытался продвинуться вперед вблизи населенного пункта Спорного, Верхнекаменского, Выемки и Раздолевки. Несмотря на все усилия противника, линия фронта, наши войска не допустили потери позиций с нашей стороны и удержали линию фронта на этом оперативном направлении. Она осталась без изменений. Краматорское направление. Ну вот здесь активность врага была не очень высокой, но результативность, к сожалению, он добился. 6 попыток противника было прорвать нашу оборону. Основные усилия оккупанты при поддержке авиации прикладывали в районе Часового Яра. И вот здесь надо отметить, что они пытаются сейчас максимально приблизиться или как стать вдоль канала Северский Донецк-Донбасс. Где-то они уже подошли к этому каналу. Это на южном фланге Часового Яра и в самом Часовом Яру. Они уже стоят на линии канала. А вот на севере, ближе к Калиновке, так как мы с вами и предполагали, что в районе Калиновки, там где канал проходит частично, проходит под землей, они пытаются прорвать нашу оборону. Но наши войска планомерно не отходят вдоль канала. Вот сейчас вы видите на карте в районе Калиновки враг имел частичный успех и приблизился к каналу. То есть они продвинулись на северо-запад и вплотную подошли к каналу. Причем, ну, к той линии, где проходит канал и там, где он идет, течет в открытом режиме, как сооружение. А вот дальше у российского командования идет огромная дилемма. Скорее всего, они будут, наверное, будут штурмовать Часов Яр точно так же, как Бахмут в лоб. Ну, смогут или нет, Пригожина уже нет, зэков в таком количестве нет. Как они будут, канал все-таки является, если в Бахмуте там обороняли каждый дом, каждую улицу, то здесь канал является действительно инженерным сооружением, которое непреодолимо, без инженерных приспособлений и техники, непреодолимо для бронетехники. А пешком, ну и для пехоты, кстати, тоже, там есть остатки воды, там этот скользкий бетон, который имеет довольно отлогие края на берегах этого канала. Это же все уложено бетонными плитами, он же же укрепленный, построен как желоб огромный. И пехота тоже там будет скользить. Ну, тем не менее, посмотрим, какое решение примет российское командование. Но в районе Калиновки они двигаются вдоль канала, но перейти линию канала наши войска им не дают. И успеха там в переходе этого канала ни на одном участке от Калиновки до южного фланга Часового Яра у врага на сегодняшний день нет. И перспектива примерно, ну, несмотря на все усилия, несмотря на то количество войск, которые они туда пригнали, я думаю, что перспектива у них там не совсем радужная в плане попыток штурма Часового Яра. Хотя, констатируем, что в районе Калиновки был частичный успех. Какой масштаб успеха, видите на карте. А в остальном, на всем Краматорском оперативном направлении наши воины удержали позиции, линия фронта осталась без изменений, и враг, понеся потери, отступил на исходные рубежи. Далее, Торецкое направление. Вот это самое сложное, самое больное для нас направление. 29 атак. Ну, принцип соблюдается, четко соблюдается принцип введения боевых действий, как во Вторую мировую войну. Почему? Потому что здесь они имели частичный успех, наши враги. Соответственно, они начали сюда перебрасывать все, что можно. Включая и тот, даже небольшой резерв, скудный резерв, который у них был под Донецком. Его тоже. Там 27-я дивизия мотострелковая, недоукомплектованная. Ну, как минимум, два полка мы наблюдаем примерно на этом оперативном направлении. Они вступили в бой и пытаются продавить нашу оборону. Вчера они пытались продавить оборону в Нью-Йорке. Но я вам показал, что там получилась даже немного такая про ситуацию Тениталкай, да, или Качели, как я ее называю. То есть, они на северо-запад продвинулись в Нью-Йорке частично, двое суток назад, а в предыдущие сутки мы их потеснили с юго-востока, мы их потеснили в той же и подрезали, очень сильно подрезали вот этот выступ. Ведь сейчас им надо либо останавливаться и расширять это вклинение в Нью-Йорке, либо вот эту клешню, которую они там пытаются протянуть, либо у нас есть все шансы ее перерезать. И тогда часть российских войск окажется в окружении. Сейчас основной упор они сделали на северную клешню, это в районе населенного пункта Железная. И они частично продвинулись вглубь нашей обороны, действительно частично, несколько сотен метров. Но если мы посмотрим на карту в большем масштабе, то в принципе задум понятен. Они стремятся с двух сторон, со стороны Нью-Йорка и со стороны Железного, дойти до Торецка, таким образом попытаться замкнуть кольцо вокруг наших войск, в которой находится западнее населенного пункта Широкая Балка. Кстати, это последний участок фронта, который сохранился с 23 февраля 2022 года. То есть здесь мы еще находимся на исходных позициях. Ну, удастся нам подрезать эти клешни, чтобы не допустить окружения наших войск? Я надеюсь, что да. Вот сейчас бы главком должен был, по идее, поехать именно на Торецкое направление, а не в 59-ю бригаду, разбираться с тем, кого он поставил на комбрига, разбираться, насколько он там наломал дров и в каком состоянии сейчас там 59-я бригада. Вот тут надо сейчас думать о том, чтобы не получить окружение наших войск. Потому что ситуация на Торецком направлении крайне тяжелая и, ну, я бы сказал, такая опасная. Далее идет у нас Покровское направление. И вот тут, смотрите, видите, принцип соблюдается, где тонко там должно порваться. И поэтому туда надо бросить все войска. Так вот, на Покровском направлении количество штурмов впервые меньше, чем на каких-либо других оперативных направлениях. Всего 26 штурмов. По сравнению с Торецким 29, то на Покровском направлении 26 штурмов было предпринято расистскими войсками против наших защитников. В основном атаковали в районе Новоалександровка, Воздвиженка, Калинова, Карловка, Новоселовка 1-я и Яснобродовка. Где захватчики при поддержке авиации пытались вытеснить наши войска и подразделения с занимаемых позиций. Но, как я вам и говорил, начиная от Карловки, вот этот каскад водохранилищ вдоль реки Вовча, это и будет наш основной рубеж обороны здесь, на этом оперативном направлении. Но, мы не отходим одним броском на этот рубеж, мы стараемся отходить максимально, планово, медленно, нанося максимальные потери врагу. И тут я вам скажу, что количество штурмов могло уменьшиться еще из-за того, что расистское командование наконец-то начинает понимать, что цена вопроса на Воздвиженке, они уже остановились. Они уже дальше не движутся в сторону Воздвиженки, потому что вытягивание вот таких вот клешней, как они сделали в Нью-Йорке, как они сейчас делают в Железном, как они сделали в районе Новоалександровки в направлении Воздвиженки, вот эти клешни мы потихонечку начинаем учиться подрезать. То есть, мы начинаем наносить фланговые удары, фланговые контратаки. И, соответственно, это еще больше усиливает потери расистской армии на этих участках фронта. Поэтому, будем так говорить, что на Покровском направлении, несмотря на всю тяжесть ситуации, что там она еще не стала, ну не то что, она даже не выровнялась, скажем так, эта ситуация. Нам еще не удалось ее даже стабилизировать, потому что ползучее наступление мы до сих пор не можем остановить на Покровском направлении. Но, тем не менее, вот то, что я и говорил, силы не безграничны. И расистская команда, видимо, начинает это понимать, что они больше буксуют на Покровском направлении, чем продвигаются. Хотя, вот такие вот мелкие частичные успехи, как прошедшие сутки в районе Карловки, иногда враг добивается. Ну, опять же, видите, и там, даже глядя на карту, понятно становится, что, в конце концов, мы отойдем к руслу реки между двумя водохранилищами и перебросим войска за речку Вовча. И, соответственно, враг упрется, они будут стоять вот в этом выступе между двумя водохранилищами. И что дальше? Да, Карловское водохранилище, оно уже спущено. Дамба разрушена российской артиллерией и кабами. Вода сошла, но там болото. Теперь даже пехота не пройдет. Если там, когда была вода, то можно было на каких-то плавсредствах переправиться, то теперь нет. Теперь вот этот мул, донный мул, он засасывает все, что угодно. И солдата, и бронетехнику. Чем тяжелее техника, тем сильнее он его засасывает. Это эти донные отложения, которые, они будут сохнуть там несколько лет. Так что вот здесь они практически заходят в районе Карловки, они заходят, ну будем говорить так, в тупик. Вот эта подкова между двух водохранилищами, это и будет тупик российских войск. А вот этот узкий перешейк, русло, нам будет довольно удобно его держать. И там сделать хороший рубеж обороны, он там сделан. И оттуда перемалывать. Все, что будет пытаться переплыть в речку Вовчево, мы будем просто перемалывать. Далее у нас идет, ну понятно, что в районе Карловки враг имел частичный успех. На остальной линии фронта Покровского оперативного направления, линия фронта остается без изменений. Кураховское направление, что довольно большая редкость для Покровского направления, а для нас большой успех. На Кураховском направлении тут силы обороны остановили вражеские атаки у Красногоровки, Георгиевки и Просковеевки. Несмотря на то, что враг 12 раз пытался прорвать нашу оборону. Ни одна из атак не увенчалась для врага успехом. Наоборот, понеся потери, враг отступил на исходные рубежи. Кстати, надо отметить, что на Кураховском направлении количество атак резко уменьшилось. По сравнению с предыдущими сутками. И тут тоже отмечаем, что на Кураховском направлении линия фронта без изменений. Времовское направление. Тут всего три штурма в районе Константиновки и Новодаровки. Враг пытался атаковать наши позиции, но безуспешно. Поэтому линия фронта остается без изменений. На Ореховском направлении 8-7 боевых столкновений в районах Малой Токмачки и Новоандреевки. Захватчики выпустили около сотни неуправляемых авиационных ракет. В направлении гуляй-поля Лобкового, Ровно, Каменского и Пятихаток. Но это не изменило положение вещей и не принесло противнику никаких позитивных результатов. Поэтому тоже констатируем, что на Ореховском направлении линия фронта остается без изменений. Приднепровское направление. Тут оккупанты дальше пытаются выбить подразделение силы Вороны с позиций на левом берегу Днепра. Пять атак было предпринято расистскими войсками. Ни одна из атак не увенчалась успехом. Наши войска продолжают сражаться. Кстати, я конечно понимаю, адепты русского мира трактуют мои слова так, как хотят трактовать. Я сказал, что наши войска отошли из Крынок, но они не ушли с левого берега. В самом населенном пункте наших войск нет. Но населенный пункт находится под нашим огневым контролем. Он не перешел под контроль расистских оккупантов. Наоборот, из Крынок мы сейчас делаем такой же вариант, как в Работино. Как только туда заходит какая-то группа оккупантов, тут же вызывается огонь артиллерии и прилетают наши дроны и разносят эту группу в дребезги. Поэтому то, что там нет позиций в результате работы авиации, вражеской авиации и артиллерии, ну это да. А то, что там, эта серая зона, как я уже объяснял, она никем не контролируемая. Она находится под огневым контролем, не контролируемая имею ввиду пехотой на земле. А так она находится под огневым контролем с обоих сторон. Но мы туда не суемся, нам достаточно тех плацдармов, которые есть. И мы контролируем Крынки с помощью средств огневого воздействия на противника. Далее, поэтому никто Крынки не бросал. Да, Крынки так и остаются в составе серой зоны нашего плацдарма. Будем так говорить. Это приложение к нашему плацдарму на Левом берегу, который продолжает сражаться, продолжает наносить врагу ощутимые потери. Вот такие, как прошедшие сутки. Пять атак захлебнулось в результате потерь личного состава. И не добились успеха в попытках сбросить нас с левого берега Днепра. Далее у нас идет два небоевых оперативных направления. Это Волынская и Полесская. Ну, я их называю небоевыми, потому что там не ведутся активные боевые действия. Но, тем не менее, наши войска присутствуют, граница продолжает наращиваться, оперативная обстановка отслеживается, особенно со стороны белорусских вооруженных сил. Но она без изменений и признаков формирования ударных группировок вдоль нашей границы мы на сегодняшний день не наблюдаем. А вот на границе Черниговской и Сумской областей, это Сиверское направление, тут оккупанты сохраняют военное присутствие, обстреливают населенные пункты с территории Рашистской Федерации, также пытаются проводить диверсионно-разведанную деятельность. И вот в минувшие сутки была попытка со стороны рашистских войск перейти нашу границу и внедриться в диверсионно-разведанную группу вражеской на нашу территорию. Соответственно, мы предприняли меры, в районе, это произошло, видите на карте, это произошло в районе села Чуйкивка, Рожовщина, Рожковичи и село Сытное. Вот в районе трех этих населенных пунктов была попытка пересечь нашу границу и вклиниться в нашу оборону диверсионно-разведанной группы. Об этом сообщает телеграм-канал «Старший сержант». После длительной артподготовки и обстрелов с минометов зашла диверсионно-разведанная группа. Среди наших военнослужащих есть раненые, трехсотые, но при этом ДРГ выбили с нашей территории. Там нету сейчас света, нету интернета, соответственно, у местного населения, которое находится в прилегающих селах, в результате артиллерийского обстрела нашей территории со стороны Рашистской Федерации. Вот такая вот, то есть, видите, враг периодически пытается создавать нам проблемные проблемы на границе и Сумской области тоже. Но тут надо отметить, что в основном работают ДРГ противника. То есть, небольшие группы, ну, может, 10-15 человек численностью, не более того, но там вклинения какого-то регулярных частей нет. Это диверсионно-разведанные группы, построенные на основе спецназа. С ними очень тяжело бороться, поэтому у нас появились раненые, и поэтому привлекался антидиверсионный резерв для выбивания этой группы, и артиллерия для выбивания этой группы с территории нашей страны. Но, тем не менее, мы ее выбили. Насколько она понесла потери, ну, я думаю, что наша разведка уточнит. Уйти без потерь точно ей не дали. Вот такая вот на Черниговской и Сумской границе иногда проявляется боевая активность со стороны вражеских войск. Вчера по огневым задачам, скажем два слова, там, наши авиации, ракетные войска и артиллерии, силы обороны Украины нанесли два удара по скоплению военной техники и живой силы противника. Вчера поразили два пункта управления войсками, одно средство противовоздушной обороны, четыре радиолокационных станции и станции РЭП, и еще два важных объекта противника. Всего за прошедшие сутки потери расистских захватчиков вдоль всей линии фронта составили в личном составе 1130 человек, точнее оккупантов. Также наши воины обезвредили и вывели из строя в технике вражеской в танках 7 единиц, в боевых бронированных машинах 12 единиц, артиллерийских системах 54 единицы, в беспилотниках оперативно-тактического уровня 50 единиц, в автомобильной технике 92 единицы и в специальной технике 7 единиц. Вот такие потери суммарно понес враг на всей линии фронта от Харькова до Олешек и на всех оперативных направлениях в нашей стране. Ну и прежде чем мы перейдем к военно-политической обстановке, ко второму разделу, хочется еще вспомнить о годовщинах, которые припали, ну правда не на сегодняшний, на вчерашний день. Вчера день был очень насыщен событиями, их было очень много, но и это событие мы не можем пропустить, мы не можем его забыть, оно очень приятное для нас. И мы ожидаем, ожидаем в ближайшей перспективе, вот-вот в ближайшей перспективе мы ожидаем повторения этого события. Что за событие, я сейчас расскажу. Итак, вчера была годовщина второго подрыва Крымского моста. Это уникальная операция, которую провела служба безопасности Украины. Но эта операция повлияла, изменила ход текущей войны. В чем она его изменила? В том, что это был вторичный подрыв Крымского моста. Вы же помните, да, что первый раз опять же служба безопасности Украины подорвала этот мост с помощью грузовика, в котором везли более 20 тонн взрывчатки. После чего расширские власти оккупационные усилили контроль, стали проверять все грузы и перестали пропускать через Крымский мост грузовые автомобили. Их всех отправили на паром или сухопутной дорогой через Бердянск-Мариуполь. По колесным транспортам. А вот вторая операция, когда была комбинированная атака, и тогда были дроны Си Бэби, морской малыш, помните, да, эти дроны, которые там 850 килограмм взрывчатки на каждом из дронов. Это фактически малые бесэкипажные катера. Ну, так они называются, морские дроны. И служба безопасности разработала для них маршрут. Там была разработана целая операция прикрытия. И эти дроны двумя группами шли в направлении цели порядка 20 часов. То есть почти сутки эти дроны двигались в направлении Крымского моста. Прямо практически через все системы радиолокационной и радиотехнической разведки эти обе группы прошли незамеченными. Так был построен маршрут. Такие меры предосторожности принимали операторы, когда вели эти дроны к самому объекту. И, соответственно, они атаковали одновременно. Две группы атаковали мост. И тут, что важно, почему эта операция важна, почему мы будем ее долго еще изучать в учебниках. Потому что вот здесь расчет был сделан абсолютно правильно. Дроны атаковали не только... Они атаковали мостовые опоры. Опоры моста. И одна из опор была повреждена. Несколько пролетов упали в воду. И что самое главное, что опоры моста потеряли несущую способность. Да, их там частично потом расшисты восстановили. Но мост, как мост с его той грузоподъемностью, которая была заявлена, он перестал работать. Грузоподъемность моста снизилась очень резко. И, соответственно, он как логистический объект, как военно-логистический объект, он стал функционировать с огромными ограничениями. И, соответственно, служба безопасности, проведя такую операцию, стала драйвером многих новых технических решений, которые силы обороны успешно используют на фронте. Во-первых, скажем так, вторая операция по подрыву Крымского моста показала, что нет невозможных задач на территории врага и на оккупированных территориях. СБУ проводит такие операции, которые иногда влияют на ход боевых действий и изменяют баланс сил. Очень высокий уровень управления службы безопасности, к чему глава службы Василий Малюк уделяет довольно большое внимание. И служба благодаря этому... Там целый департамент, кстати, разработки и производства дронов. Вот этих вот морских дронов Сибэби. И, естественно, этому уделяется огромное внимание, и особенно со стороны главы службы. Ну и, соответственно, СБУ остается у нас практически драйвером уникальных технических решений. Кстати, в одном из своих интервью Василий Малюк подчеркнул, что СБУ реализовала две совершенно уникальные и разные по замыслу спецоперации, чтобы поразить мост с суши и с моря. То есть первая операция была, ну, считается с суши, потому что по мостовому пролету грузовик шел. Вторая операция была с моря, потому что атаковали опору моста. И тут еще по функционалу скажу, что на сегодняшний день эшелоны, которые перетягивают через мост, идут с огромным интервалом и короткими перебежками. Имеется в виду короткие эшелоны. То есть если стандартный эшелон, там, Волинский, может, должен составлять, должен составить 54 условных вагона, то их грузоподъемность, точнее, да, тоннажность, точнее, этого эшелона должна составлять 3-5 тысяч тонн, то сегодня там такого нету. Есть короткие по 10-15 вагонов, они перетягивают на малой скорости из Тамани в Керч. И причем в Тамани там пробка железнодорожная, я вам рассказывал, более полутора тысяч вагонов стоит в ожидании перехода с одного берега на другой. В Крыму большой застой цистерн пустых, в которых топливо привозят и которые надо потом вернуть обратно, чтобы подвижной состав, чтобы они могли быть загружены очередной партией топлива для расистской оккупационной армии. По автомобильной части моста вообще грузовой транспорт не ходит. Вот благодаря именно этой второй операции, что опора потеряла несущую способность. Да, она держит пролет, да, легковой транспорт и бусики ходят, и малотоннажные грузовички ходят по мосту, и то, когда нету воздушных тревог, мост не в задымлении и не перекрывается. А даже автобусы, я уже не говорю о фурах, все отправляются на паромную переправу. И, соответственно, нагрузки, полные нагрузки мосту на сегодняшний день Рашидская Федерация дать не может. Вот такая вот уникальная операция была проведена в службе безопасности с Крымским мостом. Вчера была ее годовщина в подрыве опоры Крымского моста. Почему? Вот почему я и сказал, что мы очень надеемся на повторение. Кстати, и глава службы, и глава разведки Украины оба пообещали, что в этом году мост точно будет атакован и разрушен. Кстати, он является абсолютно законной целью. Тут никаких вопросов нет, потому что по этому инженерному сооружению, а это инженерное сооружение используется для обеспечения боевых действий Рашидской оккупационной армии. Поэтому смело можем бить, никаких тут сомнений даже быть не может. Рука не дрогнет. Вот такая годовщина. Отмечалась вчера в нашей стране. Ну, в следующий раз, если новостей будет поменьше, мы ее будем уже 17 числа непосредственно обсуждать и отмечать. Но, тем не менее, мы не оставляем наш Крым и работаем по Крыму всеми возможными силами и средствами. Сегодня ночью наши войска различными способами, а именно 33 воздушных и 10 морских дронов, атаковали различные военные объекты, как на территории Украинского Крыма, так и на территории Рашидской Федерации, касательно военно-морских объектов. Ну, понятно, Министерство обороны РФ отчиталось, что в ночь на четверг над аниксированным Крымом сбили все 33 ударных беспилотника, а в море у берегов Крыма уничтожены все 10 безэкипажных катеров. Только местные говорят немножко о другом. Сейчас мы ждем от наших спецслужб, ну, я так понимаю, что безэкипажные катера, морские дроны, это могла участвовать служба безопасности Украины, ну, у них, кстати, и воздушные есть, и главное управление разведки. Вот эти две наши спецслужбы в ближайшее время наверняка расскажут, ну, плюс мы мониторим сейчас каналы социальные сети и паблики в этих районах среди Рашистов, и, соответственно, мы будем знать результаты. Уже есть сообщение о том, что было много взрывов, а это говорит о том, что дроны не все были сбиты, часть дронов дошла до места назначения. Кстати, был нефтетерминал в Новороссийске атакован, была база военная атакована, была Севастопольская бухта атакована тоже морскими дронами. Так что подождем результатов и посмотрим, что там уничтожено в результате этой атаки. Не спешим верить Министерству убийств Рашистской Федерации о том, что они все 33 дрона уничтожили и 10 морских дронов потопили. Как они рапортуют. Ну, а первыми отчитывается за вот эту ночную атаку Служба безопасности Украины. Она тут опять тоже в первых рядах. Морские и воздушные дроны СБУ поразили российскую базу береговой охраны на озере Донузлав. Причем прошлой ночью оккупационные военно-морские силы РФИ проводили учения по защите акватории озера Донузлав в Крыму. Благодаря дронам СБУ эти учения стали полным провалом. Потому что рашисты не смогли защитить даже свою базу на озере Донузлав. Не говоря уже об акватории самого озера. В результате комбинированной атаки морских и воздушных дронов по базе береговой охраны РФИ были поражены и выведены из строя штаб базы с пунктом управления, склад боеприпасов и техники, электроподстанция, технические сооружения и огневые позиции врага. Вот вам и первый результат. Вот и первый результат по атаке сегодняшней ночной атаке дронами, как морскими, так и воздушными. Ну а теперь скажем два слова военно-политической обстановки в нашей стране и вокруг нее. Тут надо отметить, что климатические изменения в результате этой войны, в результате техногенных катастроф, которые устраивает Рашистская Федерация. Кстати, я читал там в комментариях, пишут, что как же так, где логика, что рашистские адепты русского мира пишут. Сразу уточню. Что где логика, строили-строили линию береговой обороны на левом берегу Днепра, а потом взорвали Каховскую ГЭС и все смыло. Так вот, в этом и заключается логичность поведения рашистского военного руководства. Вы у своих генералов спросите, где логика. Они, кстати, я думаю, что логика лежит в контексте того, что рашистское командование, ну тогда, кстати, это Суровитин командовал группировкой, он проводил эту операцию по отходу рашистских войск с правого берега реки Днепр. И помните, он говорил тогда его фраза знаменитая, которую подхватили там все пропагандисты рашистские, что время принимать сложные решения. И начал отводить войска. Так вот, оборона, они начали интенсивно строить оборону, но когда наши силы подошли к урезу воды на правом берегу Днепра и начали активную огневую подготовку или уничтожение, активное огневое уничтожение врага на берегу, вот тогда видно и созрело решение в какой-то другой голове, там в Москве или в Ростове. Оперативная группа генштаба Рашистской Федерации работает в Ростове, которая управляет, непосредственно управляет боевыми действиями на территории Украины. На базе Южного военного округа. Мы об этом прекрасно знаем. И там, кстати, туда и Герасимов приезжал неоднократно, и там же его замы работают, возглавляют эту оперативную группу. Так вот, видимо, там у кого-то было принято решение и они взорвали Каховскую ГЭС. Теперь Рашистская Федерация одной из своих требований в принуждении нас к капитуляции ставит, что Украина должна обеспечить подачу воды в Крым. А почему бы так? А как теперь обеспечить? Надо восстанавливать плотину и надо набирать водохранилище. Опять. А как ее восстанавливать, если боевые действия активно ведутся? И стоит ли подавать воду в Крым, если такое противостояние Рашистская Федерация хочет нас уничтожить как государство? Так вот, специалисты по климату описали ситуацию. Вот ту ситуацию, которая есть на сегодняшний день. Кстати, я так понимаю, их подтолкнуло к такой мысли, вот эта аномальная жара. И специалисты пишут, климатологи, что Крым откатился по климату на 100 лет назад и станет полупустыней из-за разрушения Каховской ГЭС. Растительный покров в ранее орошаемых районах Южной Херсонской области и Крыма сократился на 85%. Уже сократился. Также в Крыму была чрезвычайно сухая зима 23-24. Выпало всего от 10 до 50% от нормы осадков в целом и только 17% от нормы горных осадков выпало. Даже в горах и то осадки меньше. Реки пересохли, водохранилища сильно истощены. Крым, похоже, возвращается к своему досоветскому состоянию почти пустынных территорий. Большая часть сельского хозяйства и даже человеческого проживания возможно, более невозможно на территории Крыма. Прогнозируется, что около полумиллиона человек будут вынуждены покинуть эти места. То есть, если раньше они жили и развивались там за счет Северо-Крымского канала за счет подачи Днепровской воды то сегодня пустыня наступает. Кстати, я ранее читал отчет что вот те земли, которые на севере Крыма находятся и которые начинали плодоносить в результате орошения их Днепровской водой они уже превратились опять превратились в солончаки. За пять лет, даже за восемь лет неподачи воды в Крым соли поднялись и эти земли опять превратились в солончаки и стали неплодородными. Вот так. Вот вам русский мир. Вот результат рашистской агрессии и создания техногенных катастроф франшистской федерации на территории нашей страны. Европарламент принял резолюцию, которая поставил на место Орбана и в этой резолюции председательство еще в этом полугодии в Евросоюзе Орбана осудили за его недавний визит к российскому президенту Владимиру Путину и подчеркнули, что Орбан ни в коем случае не представлял Европейский Союз и не выражал мнения от имени Европейского Союза. Вот так наказали Орбана. Ну и саммит, августовский саммит на уровне министра иностранных дел все-таки будет проходить в Брюсселе, поэтому Венгрия либо едет в Брюссель, либо не едет на этот саммит вообще. От слова совсем. Там, кстати, второй вопрос сейчас решается о лишении права голоса Орбана или вообще прекращение его, досрочное прекращение полномочий Венгрии на посту председателя Европейского Союза. К чему придут, сказать пока что очень сложно. Но, тем не менее, такие разговоры идут в полную силу. Ну, теперь из-за океана пришли не совсем хорошие вести. Джейн Ди Венс официально объявил, что согласен баллотироваться на должность вице-президента США от республиканской партии. Об этом сообщает CNN. Его кандидатуру ранее выдвинул на съезде партии Дональд Трамп, где его самого выдвинули от этой же партии кандидатом на пост президента Соединенных Штатов Америки. Как отмечает издание CNN, он во время разговора с журналистами раскритиковал политику Байдена и добавил, что страна нуждается в лидерах, поставивших Америку на первое место. То есть, опять, политика изоляционизма Америка для американцев и Америка превыше всего. Это старые лозунги Трампа. Напомним, Венс ранее призывал прекратить бюджетную помощь США и Украине и потребовал признания ее территориальных уступок Рашистской Федерации. То есть, он хочет, чтобы мы признали и отдали России всю ту территорию, которую она хочет. Ну, на сегодняшний день это четыре области и автономная республика Крым. О чем, кстати, говорил Лавров буквально недавно в совбезе ООН во время, когда он приехал туда председательствовать в этой организации. Сейчас полгода, до 1 января там главенствует Рашистская Федерация. Страна-террорист поздравляет главный орган безопасности в международном праве. Напомним, что он также пытался сорвать выделение 60 миллиардов долларов США, которые предназначались и потом были все-таки выделены в качестве военно-технической помощи, оплаты военно-технической помощи нашей стране и другим странам. Израиль, там Тайвань и там была еще и мигрантская политика. Он, кстати, входит в эту группу там 20, по-моему, 19 или 20 конгрессменов, которая называется МАГА. Это вот группа ярых сторонников Трампа, которая против всех за Великую Америку. Но они так не построят никогда Великую Америку. Как они этого не понимают? Что замкнувшись в своих границах, они станут обыкновенным рядовым серым государством. Несмотря на то, что у них такая большая армия и такая большая страна. Далее, пропаганда. Рашистский институт, американский институт изучения войны обратил внимание, насколько сейчас в рашистском информпространстве развивается волна, поднимается огромная волна пропаганды в том, в смысле, что россиян готовят к длительной войне, которая может продлиться до 10 лет. 2034 год назвал растиражировали СМИ как год окончания существования украинского государства. И, соответственно, это год окончания, ну, как бы, подразумевается, что это год окончания войны Российской Федерации против Украины. Ну, соответственно, аналитики института американского отмечают, что этот нарратив подрывает попытки отдельных кремлевских чиновников предположить, что Россия готова вести переговоры по миру с Украиной. То есть, как бы кто ни старался, Россия сейчас считает, что они побеждают в этой войне, что они перевели экономику на российские, на военные рельсы, и что они победят коллективный Запад в войне на истощение. Поэтому Медведев и говорит россиянам готовьтесь к десятилетней войне. Ну, насколько это соответствует действительности, сколько еще протянет российская экономика, именно протянет, как бы они не похвалились, там проблемы в экономике очень большие. И в финансовой сфере, и в экономической сфере, ну, и в политической сфере. Не все так красиво, как рассказывает российская пропаганда. У нас почему-то российской пропаганде уделяют больше внимания, чем западным средствам массовой информации, где более-менее раскрывается объективная картина состояния дел в российской федерации. Далее Трамп теперь поменял риторику и теперь он за безопасность Америки. То есть свое пораненное ухо, он теперь это стало триггером для того, чтобы он поменял риторику и от критики Байдена перешел к, как он считает, к новому направлению в своей предвыборной кампании, к безопасности Америки. И он на очередном митинге в очередной речи заявил о женитьбе в кавычках конечно же России и Китая, которая произошла в результате безграмотной политики Байдена. Три с половиной года назад сказал Трамп мы допустили худшее, что могло произойти, потому что Байден глупый человек. Он заставил Россию и Китай пожениться. Они поженились, затем они взяли к себе своего младшего брата Иран, а затем Северную Корею. Им больше никто не нужен. Экс-президент США также допустил, что все может закончиться Третьей мировой войной. Ну, очень-очень хороший конек избрал Трамп, в кавычках хороший. Он оседлал того же коня, что и Путин. Путин все весь мир пугает ядерной дубиной, что вот мы держите нас семеро, мы вас будем бить, нас есть ядерное оружие. И Трамп тоже самое решил Третьей мировой войной. Я вам скажу, что Третья мировая война масштабная, если не дай бог она начнется, она будет ядерная. И она может стать последней войной нашей цивилизации на этой планете. Потому что ядерного арсенала в мире сегодня столько, что я помню было еще в 80-е года после холодной войны, точнее в разгар холодной войны, в конце 70-х, говорили о том, что тогда уже ядерного арсенала было достаточно, чтобы уничтожить нашу землю как минимум три раза. Вот такая. Сегодня, то представьте сколько лет прошло, какие технологии сегодня, сегодня там уже термоядерные реакторы рассматриваются, вопросы других там видов сверхмощного оружия, то бедная наша земля, она действительно из-за вот таких необузданных и рвущихся к власти политиков может превратиться в пепел, возможно даже и радиоактивный. Когда начинают говорить все закончится Третьей мировой войной, как сказал Трамп, или как Путин говорит, что у нас есть ядерное оружие, мы можем применить, я думаю, что он понимает, что в ответку 100% прилетит. Не от той страны, которая обладает ядерным оружием, а той страны, которая союзник с ядерным оружием, на которую Путин может напасть. так что очень нехорошая тенденция со стороны Трампа, он решил, ну, решил, как говорится, закусить у дела и тянуть, пока есть силы. В надежде, что он останется, сейчас он вроде как опережает Байдена по процентам, и в надежде, что он этот разрыв сохранит и выиграет президентские выборы. Вот что делает жажда власти с людьми. Ну, несколько новостей из-за Боремрика. В Рашистской Федерации, как всегда, не дня без пожара. В Екатеринбурге мощно горит Урал Трансмаш. Урал Трансмаш является одним из предприятий военно-промышленного комплекса Рашистской Федерации. Он специализируется на производстве военной техники, станков, а также трамвайных вагонов. Является единственным предприятием в РФИ, которое производит самоходно-артилейские установки. На нем сейчас масштабный пожар. Не могут потушить. Огромное количество расчетов привлечено людей. Причины пожара пока что не уточняются. Ну, вроде как про беспилотники даже в местных пабликах речь не идет. Так что вполне возможно, что головотяпство, а может саботаж со стороны партизанского движения внутри Рашистской Федерации. Ну, и вишенка на торте сегодняшнего обзора это трудовые ресурсы, трудовые резервы, как говорил один известный киногерой. Трудовые резервы бегут. Так вот, они разбежались уже. Я вам рассказывал буквально пару дней назад, я вам рассказывал, что в Санкт-Петербурге вместо летних каникул подростков 14-18 лет поставили к станкам как минимум на двух предприятиях города Санкт-Петербург. Да, укороченный рабочий день, но детский труд, станки и на военно-промышленных предприятиях. Так вот, работодатели в Рашистской Федерации стали массово привлекать трудовых мигрантов из Африки. Так что, мало того, что они вербуют там наемников, так вот, они еще начали вербовать там трудовые мигранты. Острый кадровый голод заставляет компании расширять географию миграции в Россию. Сильнее всего в этом году число вакансий от российских компаний выросло в Кении. В 39 раз там увеличилось количество вакансий. В Зимбабве прирост вакансий от России в 15 раз. В Камеруне в 9 раз. Кроме того, отечественные российские рекрутеры впервые разместили вакансии в Малавии, Сиерра-Леон и Габон. Вот в этих государствах. То есть, будут вербовать, привозить, естественно, им нужно будет жилье. Для них, поверьте, для них сделают и модульное общежитие, как в Елабуге для иностранных студентов, которых туда нагнали собирать шахеды. Так и здесь. Сделают все условия, в ближайшее время раздадут паспорта, а потом еще те, кто возьмут паспорт в руки и примут российское гражданство, поставят на учет военкомате и отправят мобилизованными на войну. По словам экспертов, большинство африканских мигрантов заняты в низкоквалифицированных профессиях, в строительстве, в сельском хозяйстве, но другие занимают высокие руководящие посты в крупных российских компаниях. Это те, у кого есть какое-то образование. Ну, в любом случае, вы же понимаете, низкоквалифицированная рабочая сила это рост криминогенной, ухудшение криминогенной обстановки и рост преступности. Ну, кстати, о росте бандитизма на 75% за первые 5 месяцев текущего года по сравнению с 2021 годом я вам уже рассказывал. Это из официального отчета министра МВД Российской Федерации Колокольцева. Так что Россия становится более темнокожей страной, становится больше мусульманской страной. Ну, а Путин сказал, что это же хорошо. Это же хорошо, что так меняется демография. Так что мы скоро там европейских лиц, точнее представителей европеоидной расы наверное не увидим. Еще одно-два поколения и там состав, этнический состав России резко поменяется в худшую сторону. Ну, что ж, на этом сегодняшний обзор закончен. Вот такой он получился. Я благодарю вас за ваше внимание, за ваше время, что вы досмотрели до этого момента. Как обычно, приглашаю подписаться на мой канал те, кто еще не подписан, а те, кто смотрит это видео, просьба поставить ему лайк, для того, чтобы его могли увидеть большее количество людей. субтитры сделал DimaTorzok,